Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! В сегодняшнем евангельском чтении мы слышали много прекрасных слов. И все эти притчи и поучения, которые были сказаны, объединяются под одним заголовком – «Увещание к бодрствованию». За два дня до Пасхи приходит Христос в Иерусалимский храм и предлагает множество поучений иудейскому народу. Он размышляет о подойте кесарю, он размышляет о воскресении, о том, что в воскресении в жизни будущего века не женится, не выходит замуж, но пребывает, как ангелы на небесах. Он разговаривает с законником о наибольшей заповеди. После многочисленных дискуссий с представителями разных религиозных течений он выходит из храма. «Дом оставляется пуст, Христос восходит на Елеонскую гору, и когда ученики показывают ему строение храма, отвечают им, здесь не останется ни камня на камне». Он предсказывает им, что все будет разрушено, и более того, будут глады и моры, землетрясения по местам, будут многочисленные войны. И когда спрашивают ученики, а какой же признак всех этих событий и твоего второго пришествия, он говорит им о дне и часе том, не знает никто, ни ангелы небесные, ни Сын человеческий, но только Отец, Который на небесах. В этот момент он себя, как бы объединяет с людьми, Сын человеческий не знает, но, конечно, знает Сын Божий. И ангелы, которые возвещают людям какую-то весть, сами по себе не знают, но знает Бог, Бог Отец и Его Сын. В словах «ни дня, ни часа того не знаете, ни о дне, ни часом ни том не ведаете» говорит нам о времени. О том времени, когда это наступит, никто не знает. И далее в поучениях он как бы раскрывает в деталях, а что же будет предшествовать этим событиям? Прежде всего, мы видим, что это время наступает не скоро. Например, в притче о талантах речь идет о неком господине, который отправляется в дальнюю страну. Если присмотреться к греческому тексту евангельского повествования, то буквально оказывается, что он уехал на очень долгое время, может быть, на много-много лет. И поэтому, когда призывает господин своих рабов, которым он дал по пять, два и одному таланту и требует отчет, и говорит тому нерадимому, у которого был всего один талант, что надо было бы пустить мое серебро в оборот, а буквально сказано в тексте, дать торжникам, то есть, как мы бы сказали бы сейчас, банковским работникам положительный депозит, тем самым сохранить и приумножить. Речь идет о каком-то очень длительном промежутке времени, за который это серебро не только вдвое могло бы умножиться, но и во много-много раз. А в притче о десяти девах мы видим, что все десять дев задремали, и потом они проснулись. И вот греческое слово, которое стоит в тексте, на фоне этого сна, оно напоминает смерть. Прошло столько много времени, что уже перестали ждать своего жениха, уже разуверились в том, что он придет в ближайшую минуту. Уснули, и Господь их снова пробуждает к жизни, как будто бы наступает новый ион, новая жизнь. И это мы по-другому называем еще страшным судом. И так проходит многое время, которое равно жизни. Оно проходит незаметно, и люди совершают те поступки, к которым привыкли, как во дне Ноя. Люди женились, выходили замуж, ели и пили, и словно не чаяли этого момента, как пришел потоп. Внезапно, как тать в ночи, застал, и в чем застал Господь, в том и судит. Кто-то может сказать, что да, действительно, этот суд наступит внезапно. Но давайте присмотримся к тому же самому Ною. Из книги «Бытия» мы узнаем, что Ной родил своих сыновей, когда ему было 500 лет. А потоп пришел, когда ему было 600 лет. Прошло 100 лет библейской истории с тех пор, как Ной получил обетование, до тех пор, пока обетование исполнилось. Господь жил на земле 30 лет. Последние три года проповедовал активно, как наступила во смерть и воскресенье. Проходит вся человеческая жизнь до тех пор, когда человек умирает и, наконец, лицом к лицу встречается со своим Господом. Проходит много времени. Господь ждет долго, долго терпит. Но когда наступает суд, то суд этот нелицеприятный. Суд он таков, который соответствует человеческим поступкам. Сегодняшние притчи в увещаниях к бодрствованию показывают нам, в каком состоянии и с чем мы призваны Господа ожидать. В притче о талантах речь идет о тех дарованиях, которые нам вручены. Эта притча парная с другой притчей о минах. Обе притчи как бы об одном и том же. Но эта двойственность как бы усиливает эффект. Значит, нечто Господь сказал не случайно. И чтобы его окружающие ученики не забыли, он словно повторяет одну и ту же притчу с тем же самым контекстом. Человек приходит в мир с пустыми руками. Но Господь ему дает способности, дает силы, энергию, дает вдохновение. Кому-то в большую меру, кому-то в меньшую. Но если человек старается это приумножить, то вне зависимости от того, какой был у него стартовый капитал, он получает равное воздаяние. Верный раб и благоразумный в ниде в радость Господа твоего. Другая притча о мудрых делах. Святыми отцами постоянно описывается как притча, обращенная в первую очередь к христианам. И даже более того, к тем, которые берут на себя обет девства. И как святитель Иоанн Златоуст подчеркивает, в некоторых случаях даже девы, то есть посвятившие себя полностью на служение Христу, оказываются неблагоразумными, если они надеются только на этот сам монашеский обет и не имеют у себя запаса добродетелей. И только те внидут в радость Господа своего, у которых есть запас елея. Слово елей с греческого – милость. Запас милости, сострадания, милосердия или, как Златоуст говорит, добрых дел. Эти две притчи тоже словно стоят рядышком, парные. И мы видим, что Господь снова как бы повторяет одну и ту же идею раз за разом. Но в качестве венца стоит еще другая притча, следующая, в которой нечто очень важное для нас повторяется не один, не два, но четыре раза. Это притча о страшном суде. В этой притче Господь являет себя уже не как хозяин дома, не как некий владелец дома, когда он стережет свое хозяйство от вора. Но он показывается, как тот сын человеческий, который приходит во славе с ангелами и садится на престоле славы своя. И соберутся к нему все народы, и он отделяет одних от других. И мы видим, что некоторые из пришедших подобны овцам, то есть они подобны тем людям, которые приносят свой плод, как и овцы, которые идут за своим хозяином, с которых мы можем получить мясо, молоко, шерсть, приходят к Господу, так и те отвергаются от Господа, которые подобны козлищам, упрямым животным, с которых очень мало пробывает толка. Так вот, Господь, показывая нам в этом символе, как будет проходить суд. Отделяться будут люди верные, от строптивых. Устанавливает главные критерии, по которым будет судить человечество. «Алкал я, и вы дали мне есть, жаждал и напоили меня». Эти два слова идут рядом, вместе. «Жаждал» и «алкал». Дальше идет другая пара слов. «Был нах, и одели меня, странен бых, и приняли меня, речь идет об одной и той же категории граждан, о которой мы позаботились. И, наконец, в темнице был, или в больнице, и посетили меня». И вот эти три пары увещаний к тому, какова должна быть наша добродетель, Господь в притче повторяет четыре раза. Он сначала обращает эти слова к праведникам, и они удивляются, «Когда же мы, Господи, Тебя видели на гимн, когда мы видели Тебя в больнице или в темнице и посетили?» И Господь говорит, «Поскольку вы сделали это одному из братьев моих меньших, вы мне это сделали». И наоборот, те, которые подобны козлищам, упрекаются в том, что они не сделали своему Господу, не посетили Его, не одели, не накормили, не сотворили милость к своему Богу, потому что они не сотворили милости по отношению к своим ближним. И эта притча является реальным воплощением двух главнейших заповедей христианства о любви к Богу и о любви к ближнему. Но в этой притче она, эта заповедь, конкретизируется. Это уже не абстрактные слова о какой-то абстрактной любви к ближнему, но совершенно конкретные поступки и совершенно конкретный суд по тому, что человек сделал и не ли не сделал. Притча о страшном суде нас приземляет на землю, нам показывает конкретные ситуации, в которых мы можем оказаться. И исполняя или следуя этому примеру овец, мы тем самым возносимся на небо, к чертогу брачному, где ждут нас ангелы, где упитанные тельцы, где брачный пир, где Отец Небесный вместе с Сыном приемлют в объятия всякого христианина, который сохранил свои одежды, у которого был запас елея, который бодрствовал, не ждя, что Господь придет завтра, но всю жизнь проводил свою так, чтобы на суде получить благой ответ. Все эти притчи, которые были сказаны в сегодняшнем Евангелии, обращены в первую очередь к членам христианской церкви. Это не слова, сказанные для внешних, это слова, сказанные для внутренних и для нас с вами, здесь, стоящих в храме. И если отвергаются козлища, которые вполне возможно тоже были членами церкви, если отвергаются неразумные иродивые девы, которые уже носили белые брачные одежды, если оказывается нерадивым человек, который просто не приумножил талант, но спал и ждал, что Царство Небесное само свалится ему на голову, то тем более нам нужно постоянно бодрствовать и трудиться, потому что Царство Небесное стяживается усилием, трудом, стяживается постоянной памятью о Боге и стяживается поступками добрых дел, о которых сказано в сегодняшней притче о страшном суде и одновременно в притче о том, как приобрести Небесное Царство. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова